Россия снова угрожает миру ядерной войной. Если еще несколько месяцев назад путинский Риббентроп Сергей Лавров утверждал, мол, не верит в возможность Третьей мировой, и что важно ядерной войны, теперь он говорит, что риски вполне реальны. Сегодняшняя война России против Украины – прецедент для всего мира. В реки крови рискуют окунуться абсолютно все. Виной всему лишь один человек – больной диктатор, мечтающий превзойти такого же больного фюрера. Но важно понимать – нынешняя, безусловно, жестокая и кровопролитная война далеко не первая, рискующая переродиться в мировую. Мир уже стоял перед угрозой Третьей мировой войны и, кстати, также не без участия Советского Союза, ущербной наследницей которого является Россия. Корейская война 1950-1952 годов прошлого века. Казалось бы, как война в такой далекой Восточной Азии могла поглотить весь мир? Сейчас поймете. Корейская война представляла собой серьезнейшую опасность для человечества. Она закончилась разрушительными потерями для народа и экономик как Северной, так и Южной Кореи. Унесла жизни миллионов людей и опустошила полуостров. С чего же все началось? И как удалось избежать Третьей мировой войны? После капитуляции Японии во Второй мировой в 1945-м Корея фактически разделилась на два государства. В этот период два главных в мире государства США и СССР искали возможность расширения для своего влияния на Азию. Поэтому вопрос Кореи стоял костью в горле обеих держав. Но каждая из стран-гигантов видела свой путь корейского воссоединения. Без каких-либо компромиссов. США, действуя через ООН, предложили создать временный административный орган в составе США СССР Гоминьдана, первой политической партии в истории Республиканского Китая и Великобритании, полномочия которого распространялись бы на территории всей Кореи. Но в Москве были категорически против Англии и Китайской партии, которые могли затмить влияние Союза. Сталин настаивал на формировании двух комиссий – советской на севере Кореи и американской на юге. В итоге Корейский полуостров был окончательно разделен на коммунистический и капиталистический. На полуострове началась гонка вооружений. Пока Советский Союз напичкивал оружием Северную Корею и коммунистический Китай, Соединенные Штаты подписывали с Южной Кореи военное соглашение о взаимной помощи и обороне. И тоже начали помогать союзникам оружия. Корейская война для нас сегодня может вызывать несколько неожиданный интерес после стольких лет. По той причине, что это была локальная война периода холодной войны между великими державами, когда они непосредственно не вступили между собой в конфликт, который тогда уже был бы третьей мировой войной. Но находились периодически на грани этого. То есть тогда Корея оказалась полигоном испытания амбиции, военной силы, технологий. И находилась достаточно далеко и от Советского Союза, и от Америки. Но что одна страна великая держава, что другая не могла от этого самоустраниться. И в действительности они не хотели самоустраняться, потому что на вот этом полигончике целой достаточно большой страны они могли испытать свои возможности и те новые практики, которые возникли в военных конфликтах после Второй мировой войны, которая закончилась буквально за пять лет до начала корейства. Точно так же, как сегодня существует конфликт между Россией и цивилизованным сообществом, но он, к сожалению, для нас испытывается и проверяется на территории Украины. Отправной точкой военного решения корейского вопроса стала встреча Сталина, Мао Цзэдуна и Ким Ирсена в марте 1950 года. Она имела историческое значение, переговоры фактически стали началом неформального военного союза трех социалистических стран. Тем временем ситуация на корейском полуострове только усугублялась. Стороны активно обменивались взаимными обвинениями в организации вооруженных провокаций на границе, нападениях на пограничников и тому подобное. «Была провозглашена корейская народно-демократическая республика КНДР, в южной части была республика Корея. И нас учили, я учился в Советском Союзе на факультете международных отношений, нас учили, что Южная Корея при поддержке американской военщины напала на Северную». На самом деле, именно коммунисты Северной Кореи начали наступление при поддержке Советского Союза, и они фактически захватили всю Корею. Интересные параллели. Прошло более семи десятков лет, а кремлевская повестка не изменилась ни на йоту. «Мы не напали, мы защищаем». Именно так Москва во все времена оправдывала свою агрессивную захватническую политику. Но в Корее-то не было ни русскоязычных, ни православных, ни придуманных нацистов, которых якобы надо победить. Зато были коммунисты. «Дело в том, что внешняя экспансия Москвы или Кремля, или Российской империи, или Советского Союза, она всегда исходила из двух моментов. Один совершенно объективный – это география. Если ты хочешь распустанить свою власть вот куда-то, это должно быть недалеко от твоих границ. Поскольку тогда экспансия Москвы соединялась неразрывно с пропагандой коммунизма, коммунистических режимов, нового мирового порядка, то ясно, что поддерживали однопартийцев. Сейчас это может быть русскоязычное население, православное, кто угодно». Военные действия начались в ночь 25 июня 1950 года. Мировое сообщество, едва оправившись от Второй мировой войны, должно было принять молниеносное решение – оставить Корею на съедение коммунистам, либо сохранить едва крепший мировой порядок. В Организации Объединенных Наций начали это обсуждать и нужно было принимать решение. И решили сформировать войска ООН для защиты Южной Кореи. Но в Совете Безопасности было же вето у Советского Союза. И сложилась очень интересная ситуация, потому что тогда, поскольку это было сразу после окончания гражданской войны в Китае, в 1949 году это место было у Чанкайши. Советский Союз протестовал против того, чтобы место КНР занимал Чанкайши. И Советский Союз отказался от участия в заседании Совета Безопасности. И этим воспользовались дипломаты, поскольку Советского Союза не было. Они быстренько провели это решение. И были сформированы войска ООН. Тогда коммунистическая угроза – это нарушение безопасности, нарушение тех договоров, тех соглашений, которые были достигнуты после Второй мировой войны. Нет полноценного демократического режима. Полноценного. Но альтернатива какая? Коммунистическое вторжение из-за войны. Речь шла о поддержании договоров и правил международного порядка, которые только-только новые, вот те, которые на наших глазах погибли, вот сейчас, только-только были сформированы. То есть войска, которые поддерживали Южную Корею, они официально являлись войсками Организации Объединенных Наций, которая образовалась лишь за пять лет до начала Корейской войны. Но мы хотя бы сейчас можем сравнивать то, что когда было нарушение международного порядка, то есть агрессия Северной Кореи коммунистической против Южной, на это можно было отреагировать созданием войск Организации Объединенных Наций. То есть сейчас это называется миротворческий контингент. Но это не совсем то же самое. То есть тогда ООН могла воевать реально силами своих участников, а в Корейской войне в войсках ООН принимало участие 20 стран, включая, например, Турцию и Эфиопию, которые находились тогда в 1950 году, в цветущей какой-то форме. Однако мобилизация сил международного сообщества против агрессора, она тогда работала. Ясно, что основой войск ООН являлись вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Однако это была практика, когда агрессор все-таки был остановлен. Вопрос внедрения миротворческого контингента в Российско-Украинскую войну неоднократно поднимается и сейчас, практически на всех уровнях. Но если более 70 лет назад организация, ответственная за мировой порядок, вроде бы как оправдала себя, то, что сегодня пошло не так. Была определенная выразительная реакция и очень конкретно и военная международного сообщества и ООН. То, чего мы в тех формах, которые были в 1950 году, по отношению к Украине сегодня, совершенно не наблюдаем. И это должно нас приводить к каким-то размышлениям, что случилось с ООН, Советом Безопасности, самими правилами миропорядка. То есть, если война была жестокой, и, видимо, не понравилось никому из ее участников, от американцев, китайцев, корейцев, эфиопов, турок и так далее, но это была реальная конкретная реакция на то, чтобы защитить существующий миропорядок. Сейчас такой реакции нет. Но параллели действительно возникают, потому что и тогда речь шла об использовании ядерного оружия, ну, кулуарно, то есть сейчас это никто точно не доказал. Но, тем не менее, вот мы сейчас пребываем под угрозой, скажем так, путинской красной кнопки, и тогда была похожая ситуация, при том, что могли использовать тогда Соединенные Штаты Америки, но и Советский Союз в 1950 году уже имел свою атомную бомбу. Вопрос был, так сказать, если у него ресурсы куда-то ее довести и бросить. А сейчас мы знаем, что ресурсы и возможности у всех есть. Но давайте вернемся к Корейской войне. На начальном этапе успех сопутствовал северным корейцам, имевшим преимущество в живой силе почти в полтора раза. Они достаточно быстро овладели столицей Южной Кореи Сеулом и буквально за несколько месяцев контролировали около 90% южнокорейской территории. Войска Южной Кореи и пришедшие им на помощь американцы удерживали лишь сравнительно небольшую территорию в районе порта Пусан. У Южной Кореи было немножко больше кораблей, но на суше это ничего не решало. Такое успешное наступление северокорейцев во многом было обеспечено благодаря советским военным поставкам. Танки Т-34 классика первоначальной и последующих модификаций по сути это были единственные танки, на которых воевала северокорейская армия и те, на которых воевала китайская армия. Потому что Т-34 во-первых хорошая вещь, что было проверено в Европе против Гитлера. Во-вторых их сделали и делали уже такое огромное количество, что можно было просто сотнями и тысячами дарить их китайским и корейским друзьям. И если была какая-то разносортица с южно-корейской стороны, там были американские танки «Першин», были английские там «Черчилл», «Центурион» и так далее, то с северной стороны наши Т-34 в массовом количестве, то есть это опять же называется поставка вооружения. Это не значит, что там внутри сидели советские танкисты. Нет, то есть летчики это элитарная вещь, которая требует продолжительной подготовки и знакомства с техникой. Вот в тысячи танков Т-34 сажали тысячи китайцев и корейцев, которые перли вперед и пытались подавить массы южных корейцев, американскую морскую пехоту, еще кого-то. То есть, конечно, что объем материальных, военных, летальных, как сейчас говорят, поставок, со стороны Советского Союза был огромным. Так получилось, что Корейская война единственная в истории, когда вооруженные силы СССР непосредственно сражались против вооруженных сил США. Причем война едва не обрела глобальный характер и не привела к обмену ядерными ударами. Когда Китай вступил в войну, то, конечно же, численное превосходство сразу стало на стороне коммунистов и Китая численное превосходство. И тогда даже МакАртур говорил, что давайте сбросим ядерную сброю. Вот. Но Трумен сказал нет. После такого успешного наступления социалистической коалиции Северной Кореи, КНР и СССР в игру вступили силы ООН с преобладающим количеством американских войск, около полумиллиона военных. Конечно, кроме армии США под флагом ООН воевали до 600 тысяч южнокорейских военнослужащих. Части подразделения Канады, Великобритании, Филиппин, Турции, Нидерландов, Австралии, Таиланда, Греции, Франции, Бельгии и многих других стран общей численностью чуть больше 1 миллиона человек. Все они внесли коренные изменения в ход военных действий. Там действительно было много стран, но основной контингент был американский во главе с героем Второй мировой войны Маккартуром. И это была очень кровавая война, очень непростая операция, но в конечном счете удалось переломить ход войны, и тогда и фактически войска ООН во главе с американским генералом они вышли на границу Кореи с Китаем. То есть они практически полностью освободили Корею от коммунистов. Ну и тут с гор спустились китайские добровольцы. Ну добровольцы, конечно, в кавычках, потому что это были части КНР, коммунистической, это была Красная Армия Китая. И при поддержке Советского Союза и КНР, значит, опять им удалось изменить ситуацию и выйти на ту самую границу, которая была до 50-го года, до нападения, на 38-й параллель. То есть эта кровавейшая война, она фактически ни к чему не привела. Она восстановила статус-кво. Ну вот Западу удалось отстоять Южную Корею. Вот еще одна параллель. Тактика «Их там нет» применялась Кремлем всегда. И в 1950-м в Корее, и в 90-х в Приднестровье, в Грузинской Абхазии и Осетии, а в 2014 году на Украинском Донбассе и в Крыму. Неожиданное появление на Крийском полуострове 720 тысяч китайских добровольцев в одну ночь или день в одни сутки, когда Мао Зе Дон бросил регулярного китайского армию на Крийский полуостров, но придал им статус добробатов. Добробат на 720 тысяч человек, у которых есть танки, авиация, что угодно. Советский Союз действовал осторожно. Сталин никогда не был дураком. И экспериментируя где-то вот на территории Кореи, мы можем сказать, что в советской стране было где-то 26 или 30 тысяч людей, у которых была просто специфическая функция. Если китайцы и корейцы это были мясо, ну туда полмиллиона, сюда полмиллиона, ну какая разница. Значит, вот эти 26 тысяч человек это были военные эксперты, советники, которые до этого два года работали в Северной Корее. В начале конфликта их вернули назад в Советский Союз, а потом опять отправили в Корею в статусе журналистов, журналисты, корреспондентов ТАСКУ. То есть телеграфного агентства Советского Союза в числе. Таких людей был, например, Иван Кожедук. Самый выдающийся украинский летчик Второй мировой войны. Многочисленный герой Советского Союза, который командовал Северной Кореей авиационной дивизией советской на самых передовых самолетах советских МиГ-15, реактивных. То есть уже пропеллера не было. И советские летчики имели большой успех. Участие советской авиации стоит рассматривать отдельно. Они действительно преобладали в небо, но также осторожно. Несмотря на то, что Сталин направил в Корею истребительный авиакорпус, он запретил перелетать линию фронта, чтобы советские летчики не могли попасть в плен. Корейская война вошла в военные учебники еще и потому, что тогда состоялись первые в истории воздушные бои с участием реактивной авиации. По официальной информации, советские ВВС потеряли больше 300 самолетов, сбив 1097 американских самолетов. Но согласно американским данным, ВВС сбили не менее тысячи самолетов, принадлежащих Союзу. Они не были более совершенными, просто американцы догадывались, что Советский Союз будет помогать Северной Корее, но не думали, что Советский Союз там будет испытывать, а это же как раз испытание свежей техники. В российской армии тоже были американские самолеты и так далее, но просто никто же не думал, что против них пятый апгрейд выдвинут против третьего. И потом американцам тоже, естественно, пришлось подогнать свою аналогичную свежую технику и дальше как бы позиции уравнялись. Просто в определенном узком сегменте введения этой войны в воздухе Советский Союз поучаствовал, но мы должны понимать, что это действительно были полевые испытания, потому что советский самолет, он не должен был приближаться к линии фронта. А то, представляете, он там упадет, там русский пилот, там советский. Это международный скандал. Теперь совершенно не странно, что СССР официально признал факт своего участия в корейской войне лишь в 70-х годах прошлого века. С лета 51-го года, когда война обрела оппозиционный характер, все готовились к миру и переговорам. Но только не СССР. Сталин отказывался идти на любые перемирия. Противостояние с Америкой забавляло советского диктатора, точно так же, как забавляет сегодня Путина. И никакие смерти тогда советских, а сегодня российских солдат и экономические потери не имеют значения. Потери, считая убитых и раненых, только среди военных, по различным подсчетам, составили у Южной коалиции от одного до двух миллионов человек. У Северной – от двух до трех миллионов. Информации о потерях среди мирного гражданского населения нет. Официально война закончилась 1953-м. С того, с чего и началась. Но уже больше 70 лет ситуация в регионе сравнима с вулканом, при малейшем сотрясении которого, несомненно, произойдет извержение. Умер Сталин в 1953-м году. И новое советское руководство было занято решением внутренних проблем. Кто сейчас будет главным? Крущев, Берия, Маленков. Им, ты вряд ли, в каких-то корейских делах. То есть, наших отозвали. И, вроде бы как, поскольку тогда еще не поссорились с Китаем, Маокзадуна, это перепоручили. Вот пусть там китайцы и корейцы сами пока разбираются. Мы, конечно, будем присматривать. Вот. Но, опять же, ситуация, которую бы хотелось увидеть сегодня украинцу каждому, когда лидер агрессивной страны или блока, который ведет против тебя войну, диктатор какой-то уходит, концепция или ситуация может измениться, а война, может прекратить. Даже самые кровопролитные войны заканчиваются не там, где гибнут миллионы людей, а там, где падает режим. Путин любит сравнивать себя со Сталиным. Похоже, не зря.